здрасте по моему не сплю я и капитан проснулась сколько время 5 часов 18 минут я вспомнила что вот нам выдавали программу дня на сегодня мы идем в саратов саратовская область саратовская область она на час вперед от москвы то есть в москве час здесь уже два и предупреждали чтобы на телефоне отключили вот этот перевод время времени вот а я не отключила думаю сколько времени ну как всегда 4 часа 18 минут девочки а похоже не зря я взяла с собой толстую шучку и все такое смотрите пасмурно всем доброе утро надеюсь вы смотрите мои обзоры и переходите по ссылке который там внизу в комментариях туда надо перейти потому что интересная информация но так как в пятом часу утра все еще спят то я свободно вышла на палубу увидеть что уже светло прохладненько и я решила в тишине и комфорте в гордом одиночестве повязать походить по теплоходу посмотреть как здесь все устроено снять для вас видео так чтобы никто не мешался вот предлагаю это видео вашему вниманию вы помните да что мы изготавливаем изделие из пуха много вяжем из пуха коз одежду носки и варежки платки вот один из платков я взяла с собой а также взяла косыночку утром я вязала платок вечером косыночку все это вы увидите в моем видео а вы знаете очень приятно вязать платок и смотреть на проплывающие за бортом пейзажи девочки очень красивые то мы подплываем к саратову вот такая живописная панорама у меня видна с борта это было утром я девочки думаю может весь проход эвакуировался нет никого я одна пазу больше никого нет успокаив спала я не знаю куда сиделись не жили все спят время у нас 7.30 мировое я перевела поставила часы на мировое время потому что корабль живет по мировому не по местному по московскому той на московскому живет так товарищу я запуталась а московской у нас мировое или как так а сломаю за утащили еще нельзя просто стоял но правильно я посмотрела в настройках телефона московское время 6 15 6 15 поэтому все спят на самом деле как оказалось не все спят вот то самое про что я вам говорила народ начал просыпаться гуляет по палубе и плюс члены команды вообще надо посмотреть сколько длина корабля длина вот этих палуб ну то есть они там кругов 10 нарежут вокруг ой хорошо так потому что знаете когда тебя кормят и ты только спишь в общем то это можно знаете в тюлени превратиться поэтому люди ходят вот я тоже решила пройтись заодно покажу вам где курилка есть курилка кормят строго ой курит строго вот там на корме а чё не орут люди спят еще окна открыты а я кричу что я вам сейчас все покажу девочки это ресторан ресторан где мы будем завтракать наш там наверху большой сейчас посмотрим кто-то улетит с утра улетит просто так сидят девочки тут явно камбуз потому что потому что едой пахнет а вы знаете между прочим вибрации очень сильного здесь чувствуется прям сильно прям можно сказать ощутимо хотите там попробовать она ну да вот как так ни одним экискультуры занимаемся девочки три круга по теплоходу потом посчитаем километры вот так она у своей карины гулять не где 17 18 20 20 40 сметри 26 процентов сочность и последний девочки в общем это я с собой 350 шагов вокруг так я уже третий раз это мужчин вижу 350 на 3 прошла ты шагов у вам я молодец я же молодец молодец надеюсь он меня слышно так ночью пару кругов пройдем и заработаем себе завтрак это будет полторы тысячи шагов остальное нагоним саратове по правому борту теплохода путешествует исключительно честные люди я и вывод этот делаю посмотреть видите сколько открытых кают по левому борту их меньше но возможно это от того что эта страна солнечная днем здесь солнце до половины до 3 у меня тоже каюта почти полностью открыто он вообще смотрите оказывается как фрамуга или как называется вот смотрите может опускаться моя каюта на сам носу девочки сейчас посмотрим ну то есть честные люди исключительно честные потому что просуни руку бери что хочешь сейчас зайдем и я вам продемонстрирую главный не залезть в чужую каюту так вот видите на носу все хочешь вообще шторки открыты так не ошиблись не ошиблись не девчонки не ошиблись добро пожаловать это моя каюта пойдем дальше так ну еще один друг девочки это будет уже шестой круг ну хорошо а то закисаешь ну что это целый день сидишь ешь и пьешь все последний круг и хватит последний шаги все почитаю у меня шагомера нету на телефоне так вот от этого вот начинаем считать 1 2 3 4 5 6 7 8 да девочки так и есть на 10 шагов меньше получилось 340 ну вот 6 кругов по 340 шагов это почти 2000 шагов класс я вам не надоело со своим круизом есть надоело выпишите девочки сзади меня зал где мы будем завтракать я пришла пораньше хочу заснять ровно может быть удастся когда народу поменьше чтобы получить представление о шведском столе который есть на теплоходе если он белецкий надо прийти пораньше вот я сижу выжидаю время осталось пять минут вам там в окно не видно еще не запускают когда будут запускать во мне стучить я пойду но здесь телефон можно вообще не выключается вот как настроил на берег и все пусть снимает и показывает в режиме реального времени очень живописно посмотрите обрывистые берега они уже давно идут мы приближаемся саратов я так думаю что наверно скоро скоро уже прям совсем рядом будем ведь обрывистые берега здесь дачи наверное а может быть и дома как вы думаете домой видать в общем я не знаю смотрится красиво в общем-то здесь вообще мало сидячих месту лифт где мы как в общем-то там где-то там где-то там где-то там где-то там где-то там и Так, девочки, здесь у нас шведский стол. Здесь нам предлагают различные хлопья, соусы ягодные, сгущенное молоко, творог, йогурт-йогурт, колбаска. Различные салаты, сыр. Так, здесь у нас яйца, капуста, морковка, всякие соусы. Девочки, блинчики, морковная запеканка, омлет с колбасой, легкая куриная котлета. Здесь кашки, овсяная каша. Каша овсяная, безмолочная. Картофельное пюре, ну и всякие булочки. В результате у нас на завтрак морковная запеканка, омлет, огурец, помидор, горчица. Тосты, кофе. Соседи взяли колбаску, орешки, соки, вода. Там творог есть со всякими добавками, йогурты. Но я этого не люблю, не брала. Я же вам ни разу внутри не показывала. Это у нас, девочки, это у нас шлюпочная палуба. Я живу на Средней, есть еще главный, есть еще Трюм. А я хотела туда, там закрыт. Вот, это солнечная страна, здесь никого нет. Ну, потому что солнце в глаза. Так что пойдем на другую сторону. Но зато здесь красоты. Хорошо, давайте здесь пройдемся, смотрите. Так, и мы подплываем к Саратову. Сейчас будет мост. Вот я его уже вижу впереди. Мы сходили на завтрак. На завтраке я взяла омлет, морковную запеканку, кофе, гренку, помидорчик и огурчик. Ну и все. Там кашки были. В общем, там много чего было. Девочки, ну красиво же, ну согласитесь. Про Саратов я вам расскажу немного попозже, в следующем видео. А сейчас посмотрите, какие пуховые вещи мы делаем. Закажите у нас себе варежки, носочки, либо кофточку. Девочки и мальчики, дорогие зрители, всем огромные приветы. Посмотрите, какая превосходная косынка. Я ее уже несколько раз показывала, но она мне так нравится. За 7000 номер 69, 29 дробь 05, номер 69. Смотрится необычно. Она такая кудрявая, такая мягкая. Девчонки, я вам сейчас покажу несколько дорогих таких косынок, необычных. Выбирайте любую. Заказывайте по WhatsApp 8 960 87 094 67. Там моя дочь. Ее зовут Вика. Вот вы с ней оформите все заказики. Девочки, посмотрите. Ну это же чудо, просто чудо. Вот еще две просто превосходные косынки. Это у нас 7000 номер 44, 29 дробь 05, номер 44. Девчонки, заполучив такую косынку, ну вы, конечно, вызовете зависть окружающих. Потому что, во-первых, таких вещей не очень много. Девочки, это наш местный пух. Это без примеси ангоры. Белого пуха вообще очень мало. И к тому же, чтобы вот так вот кольцами пушился, но это на самом деле эксклюзив. Просто многие не понимают, недопонимают, что я предлагаю. Девчонки, таких косынок, вообще предложение таких косынок очень ограничено. Очень. Обычно белые вещи все-таки идут с примесью махера, с примесью ангоры. Это хорошо для ажуров, но это вот такие кудряшки, кудрявые косынки, девчонки. Это наши, еще раз говорю, местный пух. Обратите на них внимание, у меня их всего, по-моему, три штучки. Это тоже 7000, косынка номер 45. Вот такая превосходнейшая, не всякий пух вот так отбеливается. Есть пух, который остается цветом икрю. Вот такой натуральный белый. Девчонки, забирайте. Это потоньше, вот это потолще значительно. Пока цена одна. Если доживут до зимы, ну, естественно, все это подорожает. Размер одинаковый. Девочки, дальше у нас идут вот такие косыночки. Они есть разные. Вот эта косынка стоит 4,5. Вы пишите моей дочери, потому что такие косынки есть большие. Есть по 7, есть по 6, есть по 5. В зависимости от размера и от пуха. Девчонки, вот такие кудри. Это вот не очень большая косынка. Ну, как небольшая? Не забываем о моем росте. Девочки, метр семьдесят у меня. Метр семьдесят и тут шестьдесят два. Так что, если вы меньше, то на вас эта косынка будет смотреться ниже и богаче. Во-первых, она вас согреет. Во-вторых, конечно же, без всякого сомнения привлечет к вам внимание. Девочки, вещи очень хорошие. Смотрите. Ну, обычно так делают, чтобы показать, что пух хорошо держится за нитку. Вот видите? Держится. Так, девочки, это косынка номер семь. Двадцать девять дробь 05. Номер семь. Смотрите, чудо чудесное. Очень красивая косыночка. Девчонки, вот такая. Посмотрите, вот такой полосатик. Это бело-серый пух. Вот такая ажурненькая. Красиво связана. Две с половиной. Косынка номер двадцать девять. Двадцать девять дробь 05. Вот так она смотрится. Легенькая косыночка. И цена у нее вообще небольшая. И тем не менее, посмотрите, какой пух. Длинный, хороший. Вот такой пух. Вот видите? Очень достойная вещь. И всего за две с половиной тысячи, ну, согласитесь, что это очень недорого. Пятьсот рублей, конечно, доставочка. Девочки, посмотрите, какое чудо. Ну, согласитесь. Что это чудо чудесное. Девочки, вот так она смотрится. Ну, это, конечно, да. Это, конечно, предмет зависти и поклонения. Но я не знаю, зависти, не зависти. Но обычно, знаете, вот на такие вещи спрашивают, где взяла. Так вы сразу отправляйте ко мне. Телефон 8-960-870-9467. На WhatsApp пишите, девочки, пишите. 97-я это косынка за 7 тысяч. Смотрите. Очень красивая, голубая. Она огромная. Девчонки, еще раз повторяю. Посмотрите на мой рост. Метр 70-я. Вот где она заканчивается. Вот так она смотрится на голове. Если вы метр 60, девочки, она вам будет вот здесь. То есть это не косынка. Это, можно сказать, что такая огромная, пухлявая, пуховая шаль. Так что вот, имейте в виду. Девочки, вот еще одна превосходная совершенно косыночка. Стоимостью всего-навсего 4 тысячи. Косынка номер 25. 29,05. Косынка номер 25. Почему так недорого? Ну, просто последняя закупка, последнее то, что вот меня связали, да, и отдали на то, чтобы я вам предложила. Девочки, ну, цена была не очень высокая. Вот поэтому я сейчас имею возможность предложить вам вот по такой цене. Девчонки, цены будут, конечно, не всегда такие. Пройдите в первый закрепленный комментарий, вообще под видео. Пройдите в комментарии и посмотрите. Там есть ссылка на мой канал в Телеграм, на Ватсап. Вот, там я показываю всякие вещички, в первую очередь, которые не показываю на YouTube. Там мы общаемся между собой. Ну, если вы любите общаться в соцсетях, то вам прямая дорога вот туда. А пока забирайте вот такую косыночку, она очень хорошая. Девочки, мне солнце в глаза светит, поэтому я щурюсь. Вот, смотрите, легенькая косынка, полегче, чем те. Это косынка номер 20, стоимостью 5 тысяч. Она просто недовыпушенная. Ну, как бы ее пушили, не стали делать из нее пудри. Вот, видите, хорошо держится. Это полегче косыночка. Вот так она смотрится. И покороче, видите? Но, если вы не метр семьдесят, то эту косынку в 10 сантиметров добавьте, если вы метр шестьдесят. Вот она вам где будет. То есть она на вас все равно будет смотреться как шаль. То есть косынка не маленькая. Девчонки, это не маленькая косынка. Вообще не маленькая. И всего-навсего за 5 тысяч. Девочки, вот интересные вещички. Смотрите, стоимостью 2-2,5 тысячи. Вот эти шарфики. Это все по две. Вот такой палантинчик. Посмотрите, 2 500. Очень интересненький. Вот так он смотрится. Хорошо будет держаться пух. И вот такие шарфики разного размера. По две. Вот такой есть. Вот такой. Ну, сейчас, девчонки, это вот так. Вот так, девочки. Вот. Вот такой есть поуже, подлиннее. Этот еще больше. Вот так у вас будет закручивать. Ну, как по длине будет висеть. Вот такие шарфики. 2 500. Все это и многое другое связано из высококачественного, длинного козьего пуха, который мы придем вот на такие скалки. Делаем из него нитки. Затем вяжем либо платки, либо косынки, а также одежду, носки, варежки. Вы, пожалуйста, пишите на WhatsApp 8 960 87 094 67. В наличии есть много чего. Эти вещи вы можете заказать, написав на WhatsApp. А также предлагаю вам пройти в комментарии под этим видео. Там будет ссылка на мой телеграм-канал, где в данный момент я выкладываю видео со своего путешествия. Девочки, мы плывем вверх по Волге. Затем пока мы остановимся только в Перми. И я там вяжу платок ручной работы. Специально сегодня снимала для зрителей своей телеги. Вот такое утреннее видео. Мы подплывали к Саратову. Красивые пейзажи. Так что пройдите. Посмотрите, там есть ссылка также на WhatsApp. Заказывайте пуховые высококачественные вещи. Видео я выключать не буду. Вот смотрите, какие берега под Саратовом. Очень красиво, хорошо. Зрители телеграм-канала наблюдают все это в реальном времени. Так что всем пока. Жду ваших заказов. Ну а пока досматривайте здесь видео на 8 минут, как мы проплывали. Просто интересно. Я вам сейчас раскрою одну тайну. Я же вам сказала, что я почти целый год сидела в чате ВКонтакте. Там один чат был для команды теплоходной. Ну то есть для тех людей, которые работают на теплоходах. А другой чат для туристов, для тех, кто путешествует. Ну так вот, за год, сидя в чате для туристов, я ничего путного для себя не почерпнула. Ну то есть там весь разговор завязан на том, какие теплоходы бывают. Ну то есть как можно выжить из теплохода максимум комфорта. Ну наверное, ну на самом деле, наверное, так это и надо делать. Потому что люди едут именно для того, чтобы путешествовать с комфортом, хорошо питаться и все такое. Но зато параллельно я сидела в чате для команды. И я поняла за это время, что самая востребованная специальность на теплоходе – это повар. Я вам говорю это абсолютно откровенно и серьезно. Вот особенно сейчас, когда началась навигация, сейчас у нас июнь месяц 2024 года, вы знаете, спрос на поваров, ну просто бешеный и огромный. Так что, друзья, если вы повар, если у вас есть образование, или какой-нибудь повар-кондитер, повар-мясного цеха, повар какой-то там универсал, бригадир поваров, если у вас вдруг нет работы, товарищи, идите, вас прям вот с руками и ногами загребут, вы будете при работе, зарплата обещают 75 тысяч, горничные 45 тысяч, 50 тысяч, по-моему, вот по весне предлагали поварам попроще. Плюс бесплатный проезд, проживание на теплоходе, ну и, соответственно, всю навигацию ты должен работать поваром. Другое дело, что здесь, наверное, условия, ну все-таки, знаете, не для слабонервных, скажем так, ну тяжело. Ну чем тяжело? Я так предполагаю тем, что здесь маленькие помещения, кухню, согласись, все-таки теплоход уже не резиновый, народу много, готовить надо хорошо, в общем-то, здесь текучка, иначе не требовалось бы столько много поваров. Но еще раз говорю, если вы нуждаетесь в работе, вот, идите в чат для теплоходной команды, и, в общем, вас не оставят, вас не оставят в одиночестве, я думаю, что работу вы точно найдете. А я вам оставлю ссылочки, вот точно это Вольск, вот написано, видите, Вольск. Я вам оставлю ссылочки, пройдите обязательно в комментарии, посмотрите на мой чат в Телеграм, посмотрите на мою группу в WhatsApp, посмотрите на обзоры моих пуховых изделий, я думаю, что вам будет интересно, и, конечно, смотрите мои теплоходные обзоры, круизы, это мой четвертый круиз, девочки, но людям нравится, как я их освещаю, так что всем пока-пока, и мальчики тоже, я знаю, что меня и мальчики тоже смотрят, мальчикам отдельный привет, вы же ничего не пишете, вот, я только могу догадываться, что вы вообще заходите ко мне на канал, возьмите плюсик в комментарии, поставьте. Субтитры сделал DimaTorzok